Океан привлекал человека всегда. Бесконечное пространство воды служило широкой дорогой к незведанным берегам, снабжало человека рыбой и морепродуктами, внушало панический страх во время штормов. Уже в глубокой древности обратили внимание на природу океана и происходящее в нем явление люди, чья деятельность была связана с мореплаванием и рыболовством. 26 сентября отмечается Всемирный день моря. Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор книг «Мир моря». Море – колыбель жизни на нашей планете. В море возникли первые организмы, бактерии и одноклеточные существа. В море появились многоклеточные создания природы – губки, медузы, черви. Более 400 миллионов лет назад именно из моря животные начали штурм суши. Мы – люди, существа сухопутные, однако на давнюю связь с морем указывает наша кровь. Она такая же соленая, как и морская вода. Выбравшись на сушу, наши далекие предки тогда еще почти рыбы словно бы прихватили с собой часть своей морской колыбели. Не потому ли так манят многих людей моря и океаны с их бескрайними сверкающими на солнце просторами и черными холодными безднами? Как объект серьезного научного исследования, мировой океан начал привлекать внимание ученых сравнительно недавно. Одним из таких исследователей является знаменитый французский ученый, признанный лидер в деле исследования тайн мирового океана, писатель и режиссер Жак-Ив Кусто. Главное его открытие – это изобретение в 1942 году акваланга – прибора, совершившего революцию в изучении подводных глубин, необыкновенно расширившего возможности человека в постижении тайн безмолвного мира. Кусто по праву считается одним из лучших популяризаторов научных знаний. Его книги и фильмы вызывают неизменный интерес у самой широкой публики. Чем же привлекают людей море? В одних местах – это почти водная пустыня, в других – буйство красок и форм жизни. Большинство обитателей морей и океанов не похожи на существ сухопутных. Они иначе двигаются и дышат, иначе выводят потомство и общаются. О повадках и особенностях морских животных рассказывает книга Афонькина Сергея Юрьевича в морях и океанах серии «Узнай мир». В ней описаны интересные научные факты. Знали ли вы, что знаменитые египетские пирамиды построены во многом благодаря крошечным морским одноклеточным существам, похожим на амеб? Их микроскопическое тельце со всех сторон окружает ажурная раковинка. На протяжении миллионов лет они после своей гибели накапливались на морском дне. Остатки раковинок постепенно спрессовывались. Так образовалась осадочная порода известняк – прекрасный строительный материал. Из известняка построены не только египетские пирамиды, но и многие здания Парижа и Рима, а также некоторые церкви Древней Руси. Самая величайшая гора Эверест также состоит из множества окаменевших раковин Фораминифер. Книга этой же серии «Узнай мир» Махлина Марка Давидовича «Жизнь в соленой воде» поможет тебе совершить путешествие в глубины морей и океанов, которые полны удивительных тайн. Красочные иллюстрации, интересная и познавательная информация об уникальном мире морских животных и растений. Когда мы беремся за изучение моря, выясняется, что его обитателям далеко не безразлично, где именно они находятся. Одни растения и животные располагаются вблизи поверхности, другие предпочитают более глубокие зоны, а есть и такие, что обитают у самого дна. Получается огромный населенный небоскреб, только как бы перевернутый, уходящий в глубину и на каждом его этаже свое население. На первых двух этажах приспособились жить некоторые водоросли, крабы, моллюски, морские черви. Третьим этажом морского небоскреба будет та зона прибрежья, которая не оголяется во время отлива. Это наиболее населенный морскими организмами этаж. Здесь достаточно света, много пищи. На четвертом этаже растений нет. Здесь царство иглокожих и губок. Этот этаж уходит на глубину до 400 метров. С пятого этажа начинается глубоководная область моря. С пятого этажа начинается глубоководная область моря до одного километра. Здесь много прикрепленных животных, напоминающих растения. Чем ниже этажи, тем меньше они населены. На самых нижних этажах господствуют многощетинковые черви, афиуры, галатурии. Рыбы заселяют все этажи, кроме последних. Но, конечно, глубоководные рыбы совсем не похожи на тех, что населяют четыре первых этажа. На настоящий момент самая большая глубина, с какой удавалось вылавливать рыб, составляет чуть больше семи километров. Морские глубины – это загадочный и интересный мир, в котором скрыты его многочисленные обитатели и растения. Энциклопедия «Мир моря» знакомит юных читателей со многими удивительными находками и открытиями, сделанными учеными, путешественниками и мореплавателями. Ребята узнают, как выглядит морское дно, какие фантастические животные питают в темных глубинах океана, как рождаются цунами. Когда гигантские волны цунами обрушиваются на берег, под водой исчезают целые деревни. Эти водяные валы высотой до 50 метров движутся с огромной скоростью. Они похожи на внезапные приливы штормовой силы. В 1960 году подземный толчок на юге Чили менее чем 24 часа спустя вызвал на противоположной стороне океана цунами, опустошившие берега Японии. Землетрясение, случившееся в 240 километрах от индонезийского острова Суматра в 2004 году, стало причиной возникновения другой ужасной катастрофы. Гигантская волна погубила более 300 тысяч человек в Индии, Индонезии, Таиланде и других странах. Миллионы людей остались без крова. Цунами могут появляться и на побережье Атлантического океана. Один из них в 1755 году полностью разрушил Лиссабон, столицу Португалии. Авторы книги рассказывают о мире моря так красочно и вдохновенно, что даже те из читателей, которые бывали на море, откроют для себя много нового и полюбят эту свободную и непредсказуемую стихию еще больше. Читатели узнают, какие сокровища скрыты в подводных кладовых, где искать черное золото, чистят ли рыбы зубы, почему осьминог краснеет, умеют ли морские птицы нырять, кто пасется на подводных лугах, кого из китов прозвали морской канарейкой. Подробнее о китах и дельфинах можно узнать из детской энциклопедии «Киты и дельфины» Сюзанны Дэвидсон. Автор расскажет, как растут, путешествуют, ищут еду и создают семьи эти удивительные животные. В книге вы найдете интересные факты из жизни китов и дельфинов. Например, сердце синего кита размером с небольшой легковой автомобиль. На языке синего кита может поместиться слон. Вертящиеся продельфины могут в прыжке поворачиваться вокруг себя до семи раз без остановки. Прекрасные иллюстрации, схемы и рисунки сделают чтение еще увлекательные. Книга профессора МГУ, доктора биологических наук Александра Тихонова «Кто в море живет» познакомит юных читателей со всем многообразием животных, которые населяют моря, океаны и побережья. Давайте посмотрим, кто же населяет морские просторы. Массовые поселения кораллов, обладающих твердым известковым скелетом, называются коралловым рифом. Здесь можно встретить разнообразных морских звезд и морских ежей, моллюсков, раков и крабов. Среди коралловых зарослей держится и рыба флейта или флейта рыл. Своё название она получила благодаря вытянутой форме трубки челюстям, напоминающим музыкальный инструмент флейту. Для неё характерно вертикальное плавание вниз головой. Этот познавательно увлекательный рассказ в картинках познакомит не только с рыбами, но и моржами, тюленями, белыми медведями, ящерицами, черепахами, а также пингвинами, разнообразными птицами и многими другими. Совершить путешествие подводное царство и познакомиться поближе с его обитателями помогут и другие красочные энциклопедии. Перелистывая страницы, рассматривая яркие иллюстрации и читая короткие, но ёмкие объяснения к ним, ребёнок откроет для себя чарующий мир моря.